Сегодняшняя сессия называется «ЕБС-перезагрузка». Сегодня мы поговорим на тему, что же это за перезагрузка, каких новых, собственно, ипостасях предстанет перед нами уже в виде государственной информационной системы «Единая биометрическая система». И на самом деле очень важно послушать в этом отношении рынок. У нас сегодня очень интересный набор спикеров. Я сейчас представлю коллег. Владислав Поволодский, Центр биометрических технологий. Роман Латыпов, правительство Москвы. Юлия Михайловская, Промсвязьбанк. Ольга Погорелова, Банк ВТБ. Николай Ульянов, Россельхозбанк. И Андрей Адьянов, Атроник. На самом деле в этом году было очень много интересных таких эволюционных изменений и с точки зрения законодательства. Были приняты изменения в закон, который регламентирует единую биометрическую систему ее функционирования. Сейчас, вот буквально некоторое время назад на сайте Государственной Думы опубликован законопроект, который, я думаю, многие из вас видели, и он предусматривает существенные изменения не только функционирования самой единобиометрической системы, но при этом еще и описывает определенные, скажем так, правила работы биометрической отрасли. И я думаю, что все, кто с этой отраслью сталкивается в своей деятельности, наверняка заинтересованы тем, как это будет происходить, какие изменения мы все-таки запланировали совместно с другими регуляторами, с участниками рынка. Сегодня мы на такую тему поговорим. Также одно из важных изменений у нас появился некий оператор единобиометрической системы. У нас вышел указ президента, и сегодня у нас присутствует Владислав Поволодский. Вот, Владислав, вы очень скоро, скажем так, возглавите в качестве оператора работу с единобиометрической системой и будете отвечать за ее развитие, эксплуатацию, за создание новых сервисов. Вот, скажите, пожалуйста, вот, как вы сейчас готовитесь вот к этому процессу, какие у вас первоочередные планы, первые шаги вот по развитию единобиометрической системы? Раз, супер. Дмитрий, спасибо за вопрос, и действительно это важный момент. Сегодня на самом деле мы от многих спикеров и даже самых влиятельных слышали очень главные вещи, и те вещи, которые мы позиционировали с коллегами весь этот год и не только этот год. Самое важное, наверное, в проекте, в появлении федерального оператора системы государственной, определяющей биометрию и правила игры, это партнерство. Ключевой задачей нашего взаимодействия является клиентоориентированность. И в первую очередь, как сегодня было также много сказано, это история работы для человека. То есть наша задача всегда стояла и стоит сейчас, это строить, встроить бесшовно для клиента, для нашего конечного пользователя, для каждого гражданина возможность самого важного. Это понимать правила игры на рынке биометрии в стране, это понимать в режиме одного окна, к чему мы стремимся в части личного кабинета госуслуг управлять своей биометрией, тем самым непонятным для некоторых страшным словом и привести все-таки в историю лояльности, принятия и понимания, как это работает, для чего и зачем. Более того, мы стремимся и выходим на новые рынки, это не только финтех. У нас со следующего года совместно с правительством, в чем является ключевой партнерской частью, запускаются и транспортные проекты, проекты образования. И ключевая наша цель является это все-таки достоверная, юридически значимая идентификация человека, который сидит на том стороне цифрового канала. Я думаю, коллеги много об этом смогут сказать в своем опыте, но наша задача в первую очередь заключается именно в клиенте, в человеке. Та часть и те меры, в том числе законотворческие, дают возможность нам с нашими партнерами развиваться в направлении именно успешных проектов коллаборации. Ключевой задачей, помимо расширения точек сбора, что действительно, наверное, важно, потому что это ключевая часть и отпускная точка доверия, в том числе доверия не только у коммерческого сектора, но и государства, но также и дистанционные каналы, которые действительно мы идем очень долго, планируем в ближайшее время запускать дистанционную сдачу биометрии, что на наш взгляд способствует расширению круга не только решения той проблемы яйцо или курица, но и решение проблемы в принципе популяризации одновременного роста и базы данных, и сервисов предоставляемых. И на самом деле, что хочется сказать, что самое важное это слышать и слушать не только партнеров, но и государства. И для нас именно объединение в совместном предприятии Центрального банка, государства в виде правительства и PowerOS Telecom дает возможность быть посередине и становиться уже в той части, как сегодня много было сказано по успешным проектам, быть той самой частью коллаборации, партнерства и доверенной зоны не только для человека, для государства, но и для бизнеса, и для коммерческого сервиса. Владислав, еще вопрос. С учетом того, что вот те коллаборации, про которые вы говорите, это банки, это государства, то есть это и коммерческие сервисы, и государственные сервисы, они высоконагруженные, они востребованные, да, и скажем так, а вы готовы поддержать именно технологически, да, вот не стать узким горлышком, да, вот именно в процессе получения услуги, вот насколько вы готовы к этому уже сейчас, к моменту, когда возглавите как раз работу с единобиометрической системой? На самом деле мы готовы, и наша задача, к чему мы пришли с точки зрения долгих переговоров и обсуждений, мы не пытаемся стать единственной, и это ключевая задача. Мы хотим стать единой, и правильная модель, которую мы называем векторную, как сегодня было на предыдущих панелях сказано, векторная модель дает возможность децентрализованно распределять не только управляемо для гражданина в одной точке, но и давать вопрос распределения равномерной нагрузки. Наша задача основную, которую мы решали и будем решать продолжать, это сделать уже имеющимся клиентским опытом, сервисом и самое главное накопленной привычкой сохранить и превратить ее еще в более удобную привычку. И в этом плане ЕБС и совместное предприятие должно стать такой основой грантом, который позволит развиваться конкурентно рынку, не ограничивая ни в направлениях, ни в разлитиях, так как все понимают единые правила игры, понимают доверенную зону информации и понимают, как ее использовать и расширять конкурентные способности. Спасибо за ответ. Вот у меня вопрос к ВТБ на самом деле. Ольга, ВТБ много раз участвовал ранее в пилотах, которые с ЕБС проводились, это вот и были покупка кофе, вот такие вот кейсы были интересные, поэтому мы с вами в этом плане давно уже, скажем так, взаимодействовали. Вот у нас всегда все равно была такая ситуация, что пока мы с вами что-то внедряем или с другими участниками, уже пришли эксперты, рассказали, что все это небезопасно, и вроде как сервис еще не стал доступен, к примеру, гражданам, а уже все его боятся. Вот что мы делаем неправильно, как вы считаете? Все работает. Тут абсолютно согласна, действительно вопросы доверия, наверное, ключевые в использовании ЕБС, и тоже абсолютно корректно отметили. ВТБ один из первых подключился к единой биометрической системе еще в 2018 году, и, к сожалению, за это время продолжительное уже всего несколько сотен счетов было открыто гражданами с использованием ЕБС. Собственно, что же смущает граждан в использовании системы, хотя все мы ее видим как передовую, основную. Тут цифры говорят сами за себя. В России более 140 миллионов человек. По данным Росстата половина из них работающее население. В ЕСИ у нас сейчас, всем вам известно, 97 миллионов зарегистрированных пользователей, а в ЕБС порядка 300 тысяч. Я приведу несколько примеров, как вообще в принципе на рынке воспринимается сбор биометрии. Мне недавно попался журнал с исследованием одного крупного интегратора, который опросил порядка 2000 человек из 20 различных отраслей и спрашивали как раз относительно удобства и безопасности биометрии в целом. Что интересно, что важно отметить, что исследование проводилось в контексте сбора слепков работодателям. То есть, казалось бы, максимально доверенная среда направлена на повышение удобства. Так вот, 64% опрошенных отметили, что считают биометрию менее доверенным инструментом по сравнению с другими методами идентификации. А 38% вообще сказали, что не готовы сдавать слепка даже своему работодателю. При этом, что интересно, если говорить о доступе на предприятие, люди готовы сдавать биометрию. Если говорить про, например, доступ в компьютер, только 34%. А если мы коснемся финансовых услуг уже, например, оплата в корпоративной столовой, только 19% согласились сдать и передать свои слепки. Приведу второй пример. Московский транспорт. Очень удобная услуга. Даже вот на Финалэйнде стенд представлен. Но также достаточно интересно, непосредственно готовясь к этой сессии, устроила такой небольшой коридорный тест, такой термин из юзубилити тестирования, опросив своих знакомых, коллег, как они относятся к вопросу биометрии, например, в метро. Я спрашивала, вы же пользовались оплатой проезда, например, с помощью Face ID, привязанного к вашей банковской карте. И все подтверждали, что да. Но одновременно с этим по какой-то причине многие не готовы использовать Face Pay для прохода в метро. При этом на вопросы, что же смущает, не отвечают. Боятся неизвестно чего. То ли, что будут переданы данные куда-то и могут воспользоваться без их ведома. То ли, что биометрические данные уникальны и их нельзя изменить, в отличие, например, кодового слова или пароля. То ли это что-то в принципе очень личное, чем боятся делиться. При этом мы все с вами, покупая новый смартфон, регистрируемся в Face ID, привязываем к банковским приложениям и готовы этим пользоваться, наслаждаемся новыми технологиями. А за пределами собственного телефона боимся чего-то, боимся неизвестности. Вот совсем недавно на сайте Минцифры, буквально пару недель назад, вышла интересная новость о том, что доступ на госуслуги будет с использованием EBS. Мне кажется, отличная тоже тема. Мы все с вами постоянно забываем многочисленные логины и пароли. Но мое мнение, что без широкой общегосударственной пиар-компании, направленной в том числе на повышение доверенной, скорее всего, никто из 97 миллионов не придет и слепки не сдаст. Здесь же, наверное, нам нужно с вами совместно такую компанию проводить. Вот у нас сейчас широкий набор спикеров. Мне кажется, настолько же широким должен быть набор участников, которые у этой компании работают. То есть все должны, ну не то что пропагандировать, наверное, объяснять, да, то есть действительно, насколько это безопасно. Не так ли? Абсолютно согласна. Но на уровне государства, безусловно, эта тема должна драйвиться с одной стороны. С другой стороны, вот создают новую компанию. Возможно, потом ее тоже выпустят на IPO, как сегодня обсуждали. Ну да, тема безопасности тут важна, и, безусловно, все участники рынка должны ее поддерживать. Спасибо. Коллеги, у нас, как я уже сказал ранее, вот, и как раз вот такая получилась у Ольги пасхалочка по поводу транспорта Москвы. Вот у нас Роман Латыпов сегодня присутствует. И на самом деле важно отметить, вот у нас среди регионов, в общем-то, одним из лидеров по цифровой трансформации всегда, конечно же, является Москва. И действительно, мы с коллегами очень много работаем по разным проектам, и на самом деле сложно даже посчитать поскальки. Вот, и всегда надо сказать, что коллеги, как это, пробуют, вот, смотрят на технологии, применяют их, да, и во многом даже, наверное, вперед федеральной повестки, да, какие-то, скажем так, технологии уже, в общем-то, применяют и довольно успешно. Вот, Роман, у меня будет два вопроса. Вот, первый, наверное, это в целом по биометрическим технологиям, потому что я знаю точно, что вы используете биометрические технологии не только для идентификации, для аутентификации, да, еще для других, скажем так, целей. Насколько вот у вас это получается успешно, вот, может быть, какие-то результаты сможете рассказать, это было бы очень интересно. И второй вопрос, расскажите о ваших планах по работе с единой биометрической системой. У нас, я не буду скрывать, есть совместная активность, и, в общем-то, хотелось бы послушать, как вы видите наше с вами взаимодействие. Спасибо большое, спасибо большое, работает. Отвечая на первый вопрос, да, Дмитрий, спасибо большое, там, во-первых, за приглашение, за интересные вопросы. По биометрическим системам, которые используются у нас в биометре в московском транспорте и в Москве используются базово для двух целей. Первая цель, это как раз прочие цели, как вы сказали, это обеспечение безопасности. Мы запустили чуть больше, там, полутора лет назад систему распознавания лиц, она начала работать в метрополитене, затем на других видах транспорта. Это система распознавания лиц и их сличения с базой федерального розыска, то есть это розыск различных спецслужб. Система работает успешно, более 7 тысяч человек задержано было на транспорте только, в том числе люди задерживались по тяжким, по особо тяжким статьям. И при этом мы также ищем потерянных людей, потерянных детей, более 120 детей потерянных нашли вот за эти полтора года работы системы. То есть система работает, работает успешно и безопасность на транспорте она обеспечивает. При этом мы много раз проходили все возможные виды проверок всеми, кем можно. То есть система действительно вообще не страшна человеку, если его нет в базе федерального розыска. То есть у нас нет его слепков, у нас нет его, то есть система на него просто не реагирует. Здесь там про слежку нам часто говорят, на самом деле абсолютно это несправедливо и неправильно. Вторая история, это как раз клиентские сервисы. Это сервис по оплате лицом, мы его там называли фейспей и называем. Он запущен в метрополитене был, потом был запущен про МЦК. Мы сейчас слышали про 100 аккаунтов открытых в банке с использованием единой биометрической системы. Но вот у нас сейчас за год работы 220 тысяч человек зарегистрировались в системе и ежедневно 110 тысяч проходов мы по этой системе видим. То есть 110 тысяч транзакций содержаются уникальных по системе в Москве. Действительно относительно 8 миллионов потока суточного, 110 тысяч, наверное, транзакций это немного, но я могу сказать, что когда мы систему эту запускали, темпы прироста за этот год работы именно прохода по биометрии в транспорт, они превышают темпы прироста те, которые у нас были, когда мы банковскую карту запустили на турникетах в 2015 году. Потому что когда банковскую карту запустили на турникете, был тот же самый вопрос. Нас спрашивали, да вы там в своем уме вообще в своем метро, да кто банковскую карту приложит к турникету. Вы, наверное, там надышались чем-то, вам плохо, никто этого не делает. У нас там было за первый год типа там 100 проходов в сутки по банковской карте, просто этого никто не делал. Сейчас это, в общем-то, 20% проходов, которые совершаются, это люди телефон или банковскую карту прикладывают к турникетам, и это продолжает расти. Так вот, темпы прироста биометрии и темпы доверия к системе, они действительно, мы видим, что они прирастают, и мы продолжим и продолжаем развивать эту систему, будем на других видах транспорта ее развивать. Это действительно сложно, я вам скажу, но я думаю, что как раз вот это продвижение, про которое говорила Ольга сейчас, это запуск и на как можно большем количестве сервисов, как можно большем количестве мест. Это не просто, могу сказать, что в метро там на каждой станции это было целое приключение, здесь солнце светит, здесь камера запотевает, когда, значит, температура через ноль переходит на открытой станции, здесь темно, там и очень много вещей, очень много нюансов, я думаю, и в метро, и в магазинах, и в ритейле придется еще пройти, но в целом доверие растет, и это не может не радовать. И отвечая на второй вопрос, как раз, что нужно для того, чтобы оно дальше росло, мы здесь тоже очень благодарны там Минцифры, очень благодарны оператору там ЕБС, да, за совместную работу, здесь цель, могу сказать, наша такая же, как и общая, наверное, это бесшовность, то есть наша цель это бесшовный клиентский опыт, и если человек сдал биометрию в ЕБС, он точно не должен потом еще 10 раз ее пересдавать везде, и то, над чем мы как раз сейчас работаем, это над бесшовным переходом, если человек сдал биометрию в ЕБС, при его согласии, разумеется, он сможет пользоваться отдельными сервисами, которые выведены в проекте федерального закона, который сейчас как раз опубликован в региональной, то есть пользоваться региональными сервисами ЕБС для услуг. Мы надеемся, что это позволит повысить бесшовность и позволит реальное использование биометрии сделать еще больше. Мы будем не 220 тысяч зарегистрированных, а не 110 тысяч проходов в сутки иметь, а я надеюсь, уже через год это там цифры в разы смогут возрасти. Спасибо. Да, Роман, спасибо. Ну, если я правильно понял, тезис о том, что сервисы должны быть понятными, безопасными, повседневными, наверное, да, это, в общем-то, основной ключ к тому, чтобы все-таки такие технологии применялись, если я правильно слышу. Так и есть, да, скорость, безопасность, удобство. Вот Банк ВТБ, когда скорость прохода чуть-чуть увеличил, время транзакции снизилось чуть-чуть, сразу же вот там прирост прошел по FacePay, стал еще быстрее, удобнее. Надеемся, что и дальше это будет также меняться, поэтому именно так. А вот вы затронули тему регионального сегмента, мы, в принципе, наверное, как это не планировали, да, обсуждать этот вопрос, вот все-таки, может быть, минутку потратим, а все-таки и действительно, да, в силу как раз именно законопроекта, который там был опубликован, да, понятно, что это еще как-то не принятая инициатива, но она будет дальше обсуждаться, может быть, все-таки пару слов расскажем, что такое региональный сегмент все-таки, да, вот, который у нас как раз будет представлен вами. Давайте, да, ну, то есть в тексте законопроекта, опять же, там, не принятый проект, он может, наверное, измениться во время, там, обсуждения и прохождения процедур. То, что сейчас в тексте из себя представляет региональный сегмент, это по факту один из сегментов ЕБС, то есть это не какая-то отдельная система, существующая где-то в космосе, которая где-то в Москве будет существовать просто в нерах правового поля, в нерах всего. Это все станет частью ЕБС, все слепки, которые будут собираться и там материалы, они будут передаваться в ЕБС, это прямо указано в тексте законопроекта, и по факту цель как раз вот этого регионального сегмента, это действующие и уже работающие сервисы с достаточно большой клиентской базой, с достаточно большим там и растущим интересом поддержать и при этом их интегрировать в ЕБС, то есть вот это цель вот того закона, там, насколько мы понимаем регионального сегмента, поэтому надеемся, что в окончательной версии законопроекта, в общем-то, эта инициатива сохранится. Спасибо, Роман. Минуту еще. Здесь ключевое, Роман задал очень правильный темп и очень правильное направление. Ключевое в проекте биометрии в нашей стране является, наверное, государственная функция образовательной части. То есть мы должны донести до человека, что слово биометрия – это не так страшно. Каждый день, мы как-то тут общались с одним представителем, он сказал, для меня, для каждого человека биометрия каждый день. Каждый день мы смотрим в зеркало. Что такое биометрия? Это фотография, это аудиозапись. Давайте называть это простыми словами и делать это понятно и удобно. Мы должны позиционировать, что ЕБС не подключена к камерам видеонаблюдения по всей стране. Она не выполняет, не выполняла и, я надеюсь, никогда не будет выполнять, и точно в этом уверен, функции розыска тех, да хоть кого. То, что Роман разделил правильно две части функции, которые должны выполняться, я думаю, каждому из вас важны в критичных ситуациях, они разделены от сервисов аутентификации, где вы хотите сказать о том, что вы есть. Вторая глобальная часть – это в том, что мы не храним персональные данные. И принципиальная часть создания таких систем состоит из двух моментов – деперсонализация, что действительно очень важно, а второе – это децентрализация. И это ключевые две вещи в создании подобных систем в нашей стране, примеры которых достаточно много. Спасибо за комментарий, Владислав. Я бы здесь тоже, наверное, добавил, что все-таки вопрос встает так называемой цифровой грамотности, наверное. Раз уж мы на финансовом мероприятии, я точно совершенно знаю, что Центральный банк занимается повышением финансовой грамотности граждан и целые мероприятия, какие-то игры обучающие и так далее. То есть прям такое очень интересное направление. И вот на самом деле мы все так или иначе, наверное, именно на рынке IT, занимаемся повышением цифровой грамотности граждан. Я последний раз читал лекцию в Высшей школе экономики студентам пятого курса по поводу идентификации и аутентификации, как просто приглашенный спикер, наверное. Я был на самом деле удивлен в определенный момент, что действительно молодежь современная, и действительно тезисы по поводу биометрии были с очень большой опаской. Но при этом практически каждый из них поднял руку, когда я задал вопрос, размещают ли они фотографии и видео в соцсетях. То есть мы, конечно же, здесь можем к биометрии относиться как к фотографии, да, при этом действительно важна культура, которую мы, по сути, и должны воспитать. Поэтому вот как это к первому самому тезису нашего мероприятия по поводу того, что мы делаем не так, наверное, или, точнее, что мы должны сделать. Видимо, как раз необходимо нам, в общем-то, такое мероприятие планировать, как минимум. Спасибо, Владислав. На самом деле хотел перейти тоже к вопросу как раз-таки обслуживания полностью удаленного. И вот у Юлии Михайловской есть очень интересный пример. Хотелось бы про него подробнее услышать. Я знаю, что вы создали и даже уже используете, я не знаю, устройство, робот какой-то, который обслуживает граждан вот без присутствия практически человека или, по-моему, как-то удаленно, да, вот хотелось бы вот услышать вот из первых уст практически. Да, спасибо, коллеги. На самом деле мы создали там совместно с компанией, с одной цифровой офисом обслуживания, который позволяет на текущий момент в режиме онлайн получать видеоконсультации. Они конфиденциальные, то есть мы клиенту гарантируем его спокойное общение с сотрудником банка, удаленное, и он достаточно в такой хорошей обстановке может получить ответы на вопрос, который его интересует. Потому что может существовать много там чат-ботов, чат-банков, но ему иногда человеку нужен человек. Второй вопрос видеоконсультации – это моментальный выпуск карты, но здесь очень важно, потому что для… ну, мы все в этом году столкнулись, что очень нужен пластик. Мы понимаем, что у нас теперь есть как бы не телефон, а телефон с кармашком. Ну, такой опыт, все сразу научились носить карты. Вот. Дальше мы хотели бы развивать эту историю, потому что для нас это создание нового клиентского пути. Для нас очень важно счастье клиента, потому что на замерах CSI, там, NPS мы понимаем, что клиент с опаской в каких-то моментах относится к новым форматам присутствия, но с большим-большим интересом. То есть для них это новая история. для банка мы понимаем, что, ну, у нас есть задача, когда нужно открывать маленькие отделения. И здесь, ну, вот это устройство, оно красивое такое, достаточно мобильно, оно дешевле. То есть, ну, нам все равно нужно, ну, сокращать свои косты на, как бы на обслуживание клиента, когда ему важен человек. И здесь момент, что мы все равно имеем сейчас историю, что должен в этом устройстве присутствовать человек. Потому что 115-й федеральный закон, он предполагает присутствие сотрудника банка. Нам бы, конечно, безумно хотелось человека не ставить к этому устройству, потому что, ну, мы же понимаем, что этот офис можно поставить, его можно взять и перевести. Нам не нужно создавать инфраструктуру для этого человека. Потому что сейчас, например, у нас стоит на одном предприятии, это наш зарплатный клиент, и мы вынуждены создать инфраструктуру для человека, которой, ну, там нужен какой-то, ну, комната отдыха, там должен быть второй человек. Но в текущий момент мы очень ждем развития количества слепков в биометрии, потому что кажется, что если сделать именно удобный клиентский путь прохождения идентификации через EBS, то кажется, что здесь будет все очень неплохо. На мой взгляд, по поводу доверия к EBS, еще каких-то тем, мне кажется, мы иногда усложняем нашу жизнь и усложняем жизнь клиента, а если мы будем делать ему просто, достаточно понятный путь, то доверие в этой истории, ну, оно придет. Также из Face ID, это же просто, он просто даже не обращает на это внимания. А когда мы, ты скачать должен одно, потом перейти на другое, но здесь, к сожалению, ну, он поймет, что это очень что-то сложное и, наверное, ну, не так будет просто этим пользоваться. Юлия, спасибо. А правильно ли я услышал? То есть вы, в принципе, пошли дальше, получается, да? То есть вы не только как-то сокращаете косты именно с точки зрения, да вот именно обслуживания клиентов, но вы также хотите, в принципе, получается полностью автоматизированный, по сути, офис без человека, соответственно, с возможностью онбординга. Ну, то есть мы говорим про EBS, да? То есть вот этот, я не знаю, ящичек, да, вот про который вы говорите, то есть подключить его к EBS, я так понимаю, вы сейчас это имели в виду? Нам бы очень хотелось это сделать, но, опять же, у нас есть тоже свои требования внутренней безопасности банка, и для того, чтобы все достаточно очень ровно для клиента прошло, в EBS должно получиться количество там слепков, которых нам вас будут интересовать. Дальше историю, конечно же, мы хотим отказаться от человека. У нас 95% там всех операций проводятся в мобильном банке. Естественно, у нас система, которая, ну, она, как бы, сейчас слово модное забыла, сегодня о нем говорили, то есть она позволяет делать в разных каналах, он может начать переиспользовать в других каналах эти же самые операции. То есть для нас, конечно же, это выход на новый уровень. Неканальность. Спасибо, Оль. Спасибо. Следующий вопрос я бы хотел задать банкам, на самом деле, присутствующим сегодня. Мы уже так или иначе эту тему затрагивали сегодня в самом начале и много про нее говорили. Почему последние годы, соответственно, вот когда единобиометрическая система запустилась, соответственно, мы знаем, что в банках есть свои биометрические системы, но все равно такого, скажем так, широкого охвата, как бы даже они, наверное, не получили, вот как, наверное, могло быть. И вот, казалось бы, оно близко, удобно, да, и нет такого комплайенса, как у ЕБС, соответственно, да, вот есть коммерческие биометрические системы, пока они там настолько не зарегулированы, да, пока у нас не запустился механизм аккредитации, но все равно, скажем так, такого широкого распространения нет. И, казалось бы, вот оно близко, и, соответственно, давайте биометрию использовать, я не знаю, как там 3D Secure, там и так далее, да, то есть вот в разных кейсах. Вот почему все-таки вот этого не случилось, то есть вот в том числе именно с коммерческими биометрическими системами. Вот если можно, вот есть ли мысли, вот все-таки это также связано с неким, скажем так, недоверием, да, либо что-то другое? Да, Дмитрий, позвольте. Росрехосбанк с 2018 года работает с ЕБС, и, собственно, биометрию развивает тоже с 2018 года, параллельно внедряя эти две системы. У нас сейчас их в 1300 доп. офисов, можно сдать ее. Мы видим следующую тенденцию. У нас своих слепков около 500 тысяч, а ЕБС существенно меньше. Мы даже в такой вроде бы модной и удобной фиче, как онбординг через использование ЕБС, видим тысячу онбордингов в год, а клиентов нам ногами приходит несколько раз больше в день. Вот, поэтому здесь проблема, наверное, даже не в страхе каком-то, как нам кажется, который, ну, мне кажется, действительно больше надуманный. Потому что у всех, у многих есть паспорта с биометрическим чипом. Никто не задумывается, что когда он приходит с паспорта получать все уже, он тоже ее сдал, эту биометрию. Но почему-то все спокойно к этому относятся. Возможно, потому что им нужны паспорта. Может быть, просто у нас сейчас не хватает действительно чего-то, что людям нужно, и они могли бы его с помощью биометрии получать. Ну вот, как проход метро. Здорово, да? Давайте по ЕБС сделаем проход метро только, и с завтрашнего дня будет отличный приток. А станции вы будете встречать и объяснять это все. Это, давайте, это скорее шутка, но я к чему? К тому, что сейчас нет потребности иметь биометрию. В вопросе звучало, почему СМС пользуется, а биометрия не пользуется. Потому что СМС есть. Для банка он стоит от рубля до двух рублей. Все интегрированы, все работает. СМС каждый умеет читать, каждый умеет получать. Просто удобно. В этом смысле основное это продвижение не самой биометрии. Мне кажется, вот точно не стоит продвигать биометрию. Если мы будем продвигать биометрию, люди еще больше будут думать, зачем-то ее продвигают, эту биометрию. Возможно, включат, как Роман говорит, эту штуку наконец-то до конца. Нам надо продвигать услуги с помощью биометрии. Они интересные, они удобные. И если мы бы потратили 10% от тех усилий, с которыми продвигали мир, например, или СБП. Ведь люди тоже сначала как бы, ну у всех была виза, мастер-карта, зачем мне мир. Были приложены очень серьезные системные усилия. Люди поняли, что это удобно, быстро и качественно. И даже лучше. Вот только в таком случае эта история поедет. А продвигать биометрию не нужно. Нужны услуги. Спасибо. Юля, Ольга. На мой взгляд, я соглашусь с Николаем, что нужны услуги. Это очень такая важная история. Я всегда своим ребятам говорю, надо что-то придумать совместно с коллегами из Минцифры, что человек не сможет получить. Ну или там со скидкой может получить. Потому что госуслуги начали пользоваться очень сильно, когда ты не можешь, ну я просто помню, что мы в ЗАГС заявление не могли подать, а мне пришлось пойти получить эту запись. Ну очень хотелось замуж. Может быть здесь тоже подумаем что-то такое. Тут, наверное, позиция банков полностью идентична. Полный симбиоз и гармония у нас. Действительно, чтобы услуги были для граждан востребованы, они должны быть повсеместны с точки зрения ЕБС. Вы сравниваете биометрию с СМС, но СМС-оповещения появились на рынке и, собственно, в повседневной жизни задолго до того, как банки стали это использовать в своих операциях, в том числе для подтверждения операции клиенту. А с точки зрения же ЕБС, если конкретно по ЕБС говорить, а не про коммерческие биометрические системы, то на текущий момент, к сожалению, нет ни широкой практики применения, ни понятной для пользователей выгоды, зачем им это нужно. И еще один такой момент, что открыто не обсуждаются вопросы безопасности или наоборот компрометации биометрических систем. Если сделать аналог, мы периодически увидим в новостях рассказы про условные сливы персональных данных, но потом не расшифровывается и не раскрывается, как с этим работали или какие последствия имели. То есть, безусловно, с точки зрения ЕБС нужно открыто и широко говорить, насколько технология безопасна и действительно украсть тут очень сложно что-то. и полностью согласна с коллегами, что должны предоставляться услуги с помощью ЕБС, потому что для банков внедрение ЕБС, встраивание в процессы – это, безусловно, инвестиции, и тут не может быть игры в одни ворота. То есть, если банки есть в ЕБС, а в ЕБС сейчас есть, мне кажется, уже все банки практически, крупнейшие точно, а клиентов там нет, то эти инвестиции никогда не окупятся. Поэтому также полностью поддерживаю, что нужно думать о предоставлении дополнительных услуг. Может быть, моментальный проход и регистрация в аэропортах, может быть, нотариальное заверение, может быть, продажа алкоголя и непредоставление паспорта в магазинах, где он продается. У нас разные планы на этот счет. Различные, в смысле, планы, да. Дмитрий, буквально маленькое дополнение. Вот у нас есть услуга, которая востребована. Это подтверждение расходной операции со вклада физическим лицом, пришедшим в доп. офис уже, с помощью биометрии как второго фактора. То есть, у него мало того, что паспорт с собой, он сам пришел, и он еще сдает биометрию. И вот такие, ну как бы, как их можно так ласково назвать, security freaks, да, вот они прямо специально говорят, хочу сдать биометрию, хочу поставить галочку, чтобы без биометрии расходов не было, хочу этим пользоваться. Поэтому потребность у людей есть, если есть, правда, фича, которая им интересна. Да, спасибо. Да, Дмитрий, если можно, коллеги поднимают очень интересные дискуссии. И действительно, и пандемия, и нахождение дома, всех выздавили такие потребности в виде лекарственных средств, идентификации в канале, в банке, получения, много-много всего. И коллеги правильно задают вопрос, а что же с базой? И на самом деле наша задача сделать более мягкий и понятный клиентский путь. Ни для кого не секрет, что уже накоплено в стране называемой биометрией сочной идентификации более 74 миллионов образцов. И это очень важно, сделать две основные функции. Первое, это наконец-то поднять уровень доверия путем тем, что дать человеку инструмент управления, когда ты можешь управлять чем-то, оно тебе вызывает больше доверия. Второй момент, перестать просить его переприходить физически из раза в раз, из раза в раз и так далее. И здесь действительно самый важный момент, над которым мы также работаем, это сделать так, чтобы сформировать ту базу данных, которая будет, а, безопасна, не побоюсь этого слова, б, бесполезна с точки зрения сливов, потому что дальше с ней нечего будет делать. И с, самое главное, доверенным инструментом, и, как коллеги правильно говорят, той точкой, в которой они будут понимать, зачем клиенту этого надо и откуда получить этого клиента и заинтересовать его конкретным приложением. Предложением. И здесь второй фактор, это действительно та часть, он может быть третьим, четвертым, независимо. И самое главное, про то же самое сравнение с SMS, мы понимаем, что мы можем конкурировать с этой технологией только в плане того, что она в какой-то момент станет более удобнее. Возможно, либо будет настолько как-то дешевле, либо вообще бесплатно, что, по сути, это простимулирует, банки считать умеют. Вот, в общем-то, мы это точно совершенно знаем. Хорошо. Спасибо за ответы. Я, на самом деле, надеялся, что, может быть, будут какие-то, скажем так, какая-то интрига. Оказалось, как всегда, банки, собственно говоря, считают по большей части одинаково. А вот еще один вопрос хотел задать. С точки зрения Фрода того же, то есть мы прекрасно знаем, нас пугают дипфейками, всевозможными подборами и так далее. Я не знаю, при отсутствии лайвнес, что там по фотографии, по простой, там будет еще проход, не знаю, и так далее. То есть эти маски, соответственно, всевозможный грим, ну, все возможные вот эти вот схемы, там, скажем так, по обходу защиты. Вот, как вы считаете, вот за счет ЕБС, собственно говоря, вот именно в ваших услугах, да, вот, соответственно, можно ли каким-то образом повысить уровень вот, да, с этой защищенностью, потому что все-таки технологии меняются, за ними злоумышленники, собственно говоря, точно так же обучаются, да, и как бы постоянно идет вот эта вот гонка. Вот тоже вот к банкам вопрос. Любая атака имеет стоимость свою. Сейчас много, намного больше, более дешевых способов атаковать идентичность, атаковать счета, доступы, компрометации паролей, переклейка фотографий в паспортах и так далее. Насколько нам известно, каких-то подтвержденных атак, успешных на биометрию нет. И сейчас действительно, это, наверное, в части уровня защищенности, один из самых высоких уровней, тем более, если мы перейдем к векторной модели, это будет вообще в одну сторону, да, работать. Поэтому вот как раз к разговору, возвращаясь о продвижении, видимо, там именно эту сторону надо подчеркивать о том, что это наиболее безопасный способ хранения идентичности реально из тех, которые нам сейчас доступны. Те же самые смс-ы перехватываются, мы все это знаем, и таких атак, кстати, полно. Может быть, можно оперировать такой статистикой. Поэтому, да, как второй фактор, это наиболее эффективный способ. Мы сейчас планируем внедрять в контакт-центре биометрию. Считали ее по освобождению времени оператора. Ну, то есть включился голос, начали писать, через 3-5 секунд зеленая зона можно обслуживать. Но наибольшую выгоду мы посчитали в снижении фрода и в подтверждении операции. Наша модель сошлась только после того, как мы посчитали закрытие фрода по ДБОшным операциям. То есть есть лимит, выше лимита, ты позвонил, биометрия, галка, все, у тебя пошла операция. Не надо в доп. офис ходить, не надо вызванивать, что очень не любят клиенты, когда их вызванивают, и до бабушки спрашивают все, где они там были. В этом смысле. И вторая часть тоже внутренние процессы организации. Они могут вполне использовать биометрию на благо безопасности клиентов. Ну, например, мы тоже планируем со следующего года ввести доступ к значимой информации у сотрудников в рабочих местах только через биометрию. Но это наша коммерческая биометрия. Здесь ЕБС, наверное, если была бы универсальной, можно было бы тоже использовать вполне, особенно бесплатной, если была бы. Вот. И мы готовы переключиться в любой момент, тем более наша база, как мы ее проверяли весной, она наибольшим образом соответствует образцам требуемого ЕБС. Спасибо. Ольга, Юлия. Все банки, внедряя свои процессы, какие-то повышают эффективность, видоизменяют системы, всегда ищут баланс между безопасностью клиента и его комфортом. Я сама была в такой ситуации, делала нестандартный платеж из нестандартной локации, и операция была сблокирована. Вот здесь, безусловно, ЕБС способна полностью защитить, предотвратить эту ситуацию. У меня, к сожалению, на тот момент слепок не был сдан, пришлось обращаться в банк, перевыпускать карту, но как бы в данном случае ЕБС как дополнительный фактор университета, действительно супердейственная мера. Кроме того, он может защитить средства и в физических каналах. Например, при попытке обращения клиента, мошенника в данной ситуации с поддельным паспортом. Тоже абсолютно действенная мера. Но я бы говорила о ЕБС в более широком ключе, не только для защиты, безусловно, но здесь однозначный плюс, я полностью поддерживаю коллегу, но и с точки зрения улучшения клиентского пути и повышения удобства, и то, о чем Юля говорила, и потенциально увеличение количества услуг, предоставляемых в контактном центре. Здесь тоже на грани безопасности и комфорта, потому что, когда банк убедился, что вы – это вы, то объем консультационных услуг может быть значительно шире. Для банков, безусловно, тоже огромная выгода и с точки зрения внутри какого-то потенциального антифрода, и с точки зрения того, что коллеги из ПСБ делают, сокращение затрат на филиальную сеть, безусловно, если клиент предпочитает работать удаленно, то зачем нам офисы, и много-много всего другого, и деревья сохраняем, сокращение бумажных архивов и так далее. Спасибо. Знаете, мне кажется, мошенничество с помощью социоинженерии по телефону и использованию смс – это такое количество, если объяснять нашим клиентам, нашим пользователям, что биометрия – это один из самых защищенных каналов, кажется, что здесь мы сможем вот именно и финансовую грамотность полечить, и клиенту сделать очень хорошо, потому что это безопасно. И также те же самые большие там вклады снимать и использовать второй фактор идентификации, мне кажется, это достаточно очень будет полезно для клиента, и это как раз-таки образовательная будет достаточно большая функция. Спасибо. Знаете, следующий вопрос хотел бы адресовать единственному среди нас вендору. И действительно, вот мы там лихо рассуждаем по поводу того, как у нас меняется регулирование, как мы будем там по-новому, наверное, там свои системы использовать, там сервисы и так далее. Вот действительно, вендоры, которые и разработкой, и внедрением занимаются, по сути, строят, биометрические системы. Вот в случае принятия такого регулирования для вас, скажем так, будут определенные изменения, вот именно в плане дизайна, конструирования систем, да, и работы вот с Владиславом. Вот все-таки хотелось бы задать вам вопрос, вот какую видите вот именно сейчас, скажем так, как вы видите, точнее, сейчас свою роль на рынке, да, с учетом таких изменений, вот, как бы вы видели взаимодействие вот непосредственно с ЕБС, вот именно при, по сути, создании строительства биометрических систем, которыми вы занимаетесь. Спасибо за вопрос, спасибо за то, что дали возможность на этой площадке выступить. И представлю вид действительно немножко как бы из-за сцены, из-за кулис, да, от земли, потому что вот интересно было послушать представителей финансового сектора. Очень интересно, абсолютно с большинством тезисов, которые прозвучали, согласен, как вендор. Со своей стороны, что хочу сказать, но взаимодействие с ЕБС какой-то сложности для меня не представляет, на мой взгляд, и не должно, и не будет нам, как я надеюсь, представлять. Более того, на это есть запрос, есть запрос у наших клиентов. Могу это сказать на примере реализованных каких-то систем, причем системы крупные, ну, считаю, что это одно из удачных, наверное, решений на рынке, ну, наверное, даже в России, да, потому что в взаимодействии с государственной корпорацией Роскосмос компания Атроника реализовала на одном из ключевых предприятий, там, несколько тысяч сотрудников, как раз биоскуд, ну, на базе существовавшего уже у них скуда. И вот, что интересно, насчет скепсиса, знаете, скепсис закончился через день максимум два, никто не уволился с этого предприятия, люди как ходили, так и ходят, значит, система вот уже почти год функционирует, успешно, безотказно, и так, надеюсь, будет так и дальше. Есть запрос от отрасли, потому что сейчас она функционирует в режиме корпоративной биометрической системы, как и некая локальная система. Есть запрос на то, чтобы как раз передать эти вектора в банк федерального оператора, который, наконец-то, слава богу, создан. То есть, вот, Буислав не даст соврать, он был, он видел, значит, и руководство говорит, давайте, мы готовы, не только одно предприятие, вся отрасль. То есть, вот смотрите, запрос на общение с ЕБС есть. Дальше. Значит, кроме того, что люди заходят на объект, есть предложение от самого же объекта, говорит, послушайте, люди, кроме того, что работают, они здесь у нас проводятся, они обедают, давайте оборудуем кассовый узел с биометрией, мы не против. А вот здесь начинаются истории, позвольте, поделюсь, как бы такой взгляд уже вот от клиента со стороны. Значит, прагматичная история, они говорят, подождите, а кто заплатит за биотерминал? Кто заплатит за то, что вот, это же денег стоит, терминал, софт, лицензия, владелец этой столовой, он говорит, ну, мне не надо, чек не возрастет, количество клиентов не увеличится. Вот если мне, банк, эквайр, комиссию снизит, я готов. Хорошо, пошли в банк. это один из систем образующих банков, топ-10 российских банков. Мы говорим, давайте на волне ухода с нашего рынка иностранных бесконтактных платежных систем, ну, я говорю, Apple Pay, Google Pay, давайте банк поднимет флаг, давайте это будет совместный продукт, FSP, там, да, и поставим этот терминал, банк говорит, ну, интересно, да, но вот платить тоже за это не хочу. Пилот, пожалуйста, пилоты делали, и в кафе ставили, люди кофе покупали, здорово, но как только встает вопрос, кто за это заплатит, вот тут начинается, был очень серьезный диалог с одним из крупнейших ритейлеров российских, который говорит, я готов все свои точки оборудовать биометрией. Можно мне, по примеру СБП, например, за каждый платеж, который клиент осуществил по лицу, на долю процента, снизить стоимость эквайринга. Нет. Он говорит, ну, тогда, опять же, я потрачусь на ваши терминалы, то есть убытки очевидные, а увеличение чеков, количество транзакций не очевидно. То есть отсюда наводит на мысль вот эти все мои иносказания, что, наверное, как один из основных бенефициаров, который заинтересован в продвижении ЕБС, на мой взгляд, все-таки государство. А раз это так, тогда, наверное, оно должно стать и драйвером этой истории. Оно должно показать пример или простимулировать продвижение этой технологии. То есть есть коммерческий рынок, это ритейл, отели, рестораны, да, есть некоммерческий рынок, это объекты социальной сферы, Минздрав, образование, ну, школы, больницы, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, может быть, как-то пойти по вот этому пути, что государство профинансирует, чтобы этими системами были оснащены именно эти объекты. Когда наши дети будут заходить в школу, студенты в вуз, когда сотрудник заходит на работу вечером, там, или там, на следующий день он идет в поликлинику и проходит по лицу, будет привыкание, будет обычное привыкание, появится некая культура пользования этой услугой, этим сервисом, даже так скажем, точнее. И отсюда вот эти страхи, вот только правильно сказал, боятся, сами не знают чего. Вот человек просто боится чего-то нового. Вот государство должно помочь, во-первых, поставить на тех объектах и внедрить эти системы, которые подконтрольны государству, и второе, наверное, вот в коммерческой среде, если все-таки есть возможность, но почему бы не рассмотреть вот эту историю, что за оплату с помощью лица комиссия на какую-то долю процента, долю уменьшится. Ну кто на себя эти расходы возьмет? Я вот не из банковской сферы. Маленький-маленький комментарий, вот насколько я знаю, меня поправят. Проход в метро по лицу стоит дешевле, чем проход по кате тройка. Он стоит дешевле, но если он станет еще дешевле, это было бы здорово. Но я могу сказать, что действительно стоит дешевле. Ну вот это с метро и правительство Москвы, оно у нас все правильно, действительно там во многих своих инновациях впереди всех других там регионов, а по некоторым даже и планеты. Но вот еще раз говорю, простой случай, ритейлер, крупнейший, один из крупнейших, непродуктовый. Готов. Ну вот с кем свести из банков? Давайте только эту проблему как-то всеми вместе решать, они опять банки за это заплатят. Не призываю в банки платить. Простите. Я не лезу в карман банков. Спасибо. Это вы так думаете. А у меня уже комиссионный доход, так это уменьшается. На самом деле, Андрей, правильный вопрос подняли. Мы планировали же, когда дискуссию завершать, думали какой-то вопрос, скажем так, сделать, как по традиции Фенополиса, на каждой сессии. Давайте мы вопрос поменяем, с учетом как раз последней темы. И ведь действительно, наверное, есть механизмы, ну вот, как Андрей предложил, действительно что-то государство может, наверное, профинансировать. Возможно. Где-то может создать регуляторные условия, которые там позволят, соответственно, без как раз-таки попадания в карман банков, соответственно, или там других организаций, ну действительно, каким-то образом простимулировать именно интерес к той или иной технологии. Действительно, наверное, это может быть, опять же, если это, скажем так, возможно сделать, да, с точки зрения именно государства, может стать определенным подспорьем. Вот вопрос мой такой. А вот какие еще, возможно, вы видите меры, скажем так, по стимулированию со стороны регуляторов, то есть вот именно со стороны правительства, со стороны центрального банка, то есть вот что бы мы с коллегами могли придумать вместе, вот для того, чтобы помочь, скажем так, с развитием вот именно вот этой всей истории. Вот если можно, вот Роман, коллеги, вот давайте по очереди все успеем. Очень быстро. Вот для нас, в чем выгода, в том числе, биометрии финансовая, ну действительно, есть ниже ставка, за счет чего банк чуть ниже дал ставку, там меньше фрода. Если человек сдает свое лицо, в отличие от привязанной чужой банковской карты, то очень низкий риск, что он там сдаст свое лицо и чужую банковскую карту при этом привяжет. Именно поэтому чуть-чуть ниже, во-первых, банковская ставка, действительно, комиссия за эквариинга, она есть. Во-вторых, мы экономим на эмиссии, в-третьих, нет фрода нашего, скажем так, внутреннего, когда можно социальную карту отдать внуку, и внук пользуется, там, бесплатно метро, когда не должен бабушкиной карты, лицо свое отдать нельзя. Так вот, что могло бы на самом деле сделать государство, и мы работаем, и благодарно и Дмитрию, сейчас и со всеми работаем. Мне кажется, вот эту историю везде активно давать использовать, то есть у нас есть конкретный пример, вот речной транспорт, на речном транспорте, в принципе, сейчас есть только бумажные билеты, там действительно, рынок, он такой, очень, скажем так, на наличных сфокусирован, и так далее. По закону не можем биометрические системы применять, не можем ничего, не можем цифровые методы проходы применять, вот, ну, есть законодательные ограничения, вот есть предложение нам их вместе снимать законодательные ограничения, если говорить про транспорт, и на ЖД транспорте, и на речном транспорте, те, которые есть для того, чтобы это можно было использовать. Спасибо. Да, но Дмитрий отвечает на ваш вопрос, здесь хочется сказать, что лед-то тронулся, и государство наконец-то начинает, и понимает, что оно готово в это вкладывать, но здесь, наверное, ключевой, как мне кажется, фактор, очень простой, начинать нужно с себя, то есть привычку и культуру, о которой говорил Андрей, ее нужно формировать непосредственно с себя, то есть это начинает с государственных секторов, это начинать как раз с тем, что мы сейчас работаем, это проекты портала госуслуг, которые мы хотим запустить, это проекты, и формирование культуры в каждом органе, особенно государственном, где ты действительно, а, поймешь выгоду, так развивались все крупные проекты того же портала, и на наш взгляд, именно это даст большой рост в понимание у человека привычки, то, к чему мы действительно стремимся, потому что во всей этой сфере для конечного пользователя человека в нашей миссии это должно остаться безвозмездным. Спасибо, Владислав, Ольга. Два предложения, на самом деле. Первое, такое немножко, наверное, нетрадиционно, говоря о ЕБС, о биометрии, мы чаще всего говорим о физических лицах, но ЕБС мог бы быть очень широко использован в корпоративном мире, в корпоративном бизнесе, здесь есть действительно законодательная лакуна, заключается она в том, что для корпоративного бизнеса бесшовное открытие банковских счетов возможно только для единоличного исполнительного органа, ЕО, кто не знает термин, ну, условно, обычно это генеральный директор, это работает, но обычно для микро-малого бизнеса, если мы говорим о среднем, крупном, крупнейшем, то эта функция обычно делегирована главному бухгалтеру и здесь законодательных норм нет, при этом внедряются нормы по машиночитаемым доверенностям и вот здесь симбиоз бы этого законодательства, машиночитаемые, УКЭП, ЕСИ плюс ЕБС полностью бесшовная идентификация, и собственно онбординг клиентов действительно могут быть определенным рычагом. Это первое, что хотелось бы попросить, а второе, сейчас мы рассматриваем ЕБС с точки зрения банков как единственный инструмент, единственное фактически, что есть другие нормы, 115 банковские группы и так далее, но если их не учитывать, то это единственная возможность открыть счет без личного присутствия. И главное, что банкам не разрешено использовать те слепки, которые потенциально люди смогут сдавать самостоятельно. Вот если здесь добавить какую-то комплементарность, например, банкам разрешить их использовать, чтобы масштаб был побольше, но добавить загранпаспорт, как предусмотрено в 63 ФЗ, это бы тоже, возможно, смогло сдвинуться с определенной мертвой точки. Спасибо. Николай. Я полностью согласен с Ольгой по поводу юрлиц. Это пока неосвоенная зона и надо ее очень активно продвигать. А также продвинуть процесс аккредитации коммерческих систем. И когда мы аккредитуем и поймем, что слепков у нас не 300 тысяч, а на самом деле десятки миллионов, даже подходящих слепков, я уверен, по критериям, то с этого момента прорвет какую-то плотину. Поэтому вот здесь очень ждем аккредитации. Нам сказали, что буквально 1 марта мы стоим в очереди в Apple Store перед открытием. Как только откроется, просим аккредитовать и наши уже слепки забрать. Мы готовы отдавать. Спасибо. Я бы, наверное, подумала об образовательной функции детей. Если мы чем раньше начнем говорить детям, подросткам, студентам, что биометрия это безопасно и внедрим на их каких-то процессах эту функцию через сервисы, то дальше мы получим просто поколение, которое совершенно не будет бояться этой истории. Вот здесь, мне кажется, нужно начать немножко пораньше этим заниматься с людьми. Согласен. Плюс один балк оценки можно вставить. Так 5, так 4. Новый предмет, да, наверное. Андрей, что-то еще дополните? Тяжелая ситуация говорить последним, уже все все сказали. Наверное, зашла бы вот эта идея насчет алкоголя. Нет, на самом деле, конечно, я, в принципе, все сказал в своей речи, но вот согласен с Юлей, что надо повышать культуру. Надо, у людей страх пройдет. Это просто страх чего-то нового. Потому что действительно, кроме информации такой пустой, каких-то подтвержденных фактов, там, компрометации, биометрии? Ну, скорее нет. Может быть, пытаться сначала людям приучать их к биометрии на не особо чувствительных историях, не связанных с потерями финансов. Это с куды, но самое очевидное применение. Вот те же школы, вузы. И постепенно, постепенно мы придем. А вот с коммерческим я вот все-таки не залезаю в карман банком. Но это правда. Нравится вам это или нет, я вам говорю то, что я слышу от потенциальных заказчиков этих систем. А дальше нравится нам это или нет, это вопрос второй. Это не я, это они предлагают. Понятно. Ну, коллеги, друзья, у нас время нашей сессии завершилось, мы практически уложились в коронметраж, мне кажется, там без двух, без трех, может быть, минут. В общем, наверное, мы не могли и не было планов ответить сегодня на все вопросы. Вот, наверное, скорее наоборот была идея какие-то вопросы, что называется, подвесить, для того, что нам дальше, в общем-то, начать их обсуждать и с общественностью, и с регулятором, и с банками, и с центральным банком. Потому что мы действительно сейчас со всеми коллегами, с рынком, с финансовым рынком работаем в тесном сотрудничестве. Потому что действительно важно, чтобы тот самый продукт, который государство делает, соответственно, чтобы он действительно был применим для тех целей, для которых мы все-таки его вместе задумали и сейчас конструируем. Я хочу сказать большое спасибо нашим блестящим спикерам за очень интересные ответы, комментарии. Вам большое спасибо за то, что посетили нашу дискуссию. Я прошу поаплодировать нашим спикерам. Спасибо.